Обычно мы обращаемся к врачу, когда уже болезнь заявила о себе и мешает жить. И вот такой подход правильным не назовешь, потому что с недомоганием, конечно же, проще справиться еще в самом его начале. А еще лучше его предупредить, определить слабые места своего организма, все взвесить и понимать, что тебя ожидает. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Людмила Слепнева, врач-терапевт, главный врач Безенчукской ЦРБ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по медицинской профилактике в городском округе Самара. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о том, как сохранить организм, уберечь его от болезней. Вот такая вот тема. Вы знаете, мы достаточно часто в этой программе обсуждаем и диспансеризацию, и профилактику. Но, как показывает практика, тема актуальна, и актуальность, видимо, не снизится никогда. Вот вначале, наверное, наша любимая статистика. Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит от образа жизни, то есть львиная доля всего, да. 20% от экологии, 20% от наследственности. И только 10% зависит от уровня здравоохранения. Получается, что упование на то, что медицина плохо работает, поэтому я болею, несостоятельное утверждение, да. Ну, получается, что медицина помогает быть здоровым. Ну, вот по поводу того, что 50% нашего здоровья зависит от того, как мы живем, как мы относимся к себе. Вот вы согласны ли с этим? Если да, то почему? Ну, действительно, вклад образа жизни и поведенческих таких вот привычек, устоев в семье, они играют колоссальную роль. Так же, как и наследственность. И в сумме вот это вот все при определенных условиях, оно, конечно, имеет место быть. И в зависимости от того, как человек вообще ведет себя вот в современных условиях, придерживается он каких-то, ну, положительных там привычек, я не знаю, занимается спортом или нет, это все создает плацдарм для того, проявится ли негативная какие-то вот отягощенная наследственность там или какие-то осложнения, выявятся ли факторы риска. Поэтому, несомненно, да, основная часть это зависит от образа жизни. Вот сейчас очень много говорят и рассуждают и пишут на тему ответственного отношения к своему здоровью. Вот ваш рецепт, что подразумевается под ответственным отношением? Ответственное отношение, оно должно начинаться с семьи, ну или, так скажем, с дома, да, где мы начинаем питаться определенным образом жизни. Все равно каждая семья имеет свой примерно одинаковый рацион, да, повторяющийся из раза в раз. Культура, которая закладывается на уровне образовательных учреждений, садов и школ, играет колоссальную роль. Насколько это все закладывается именно в детском возрасте, как ведут себя родители, какие привычки, может быть, не очень хорошие, они показывают детям, в том числе там по выходным, по пятницам, там вот какие-то сейчас часто пивные, да, вот вечеринки. И все, соответственно, это дает вот такое наше общее, создает поведение, общую культуру. И если это повторяется из раза в раз, то, конечно, оно все имеет воздействие на здоровье. Ну да, но если привычка к здоровому образу жизни не привита с детства, не было примера в семье, это не значит, что к этому не надо прийти и невозможно прийти в другом возрасте, правильно? Абсолютно. Во-первых, нужно, если первое и всегда самое главное, это наличие желания, то есть нужно понять, хотим мы работать в этом направлении или нет. Если желание есть, то достаточно простые правила, их не так сложно придерживаться. Ну смотрите, вряд ли найдется человек, который скажет, нет, я не хочу быть здоровым. Но почему тогда вот, что нам мешает? Опять же, такая философская, наверное, тема. Ну, на самом деле, медики-то давно уже ответили на это. Мешает именно... Лень? И лень в том числе. И, наверное, прогресс. Прогресс-двигатель, да, лень-двигатель прогресса. И, соответственно, наоборот. Мы живем в век такого прорыва информационного, и, соответственно, очень много появляется условий для того, чтобы облегчить свой труд. Мы меньше двигаемся, сытнее, так скажем, кушаем, вкуснее кушаем. А ведь уже известен тот момент, когда вообще пошло вот это вот ожирение планеты, когда население планеты стало толстеть. То есть, когда после Второй мировой войны первая задача была, в принципе, накормить население, утолить голод. Вот. И где-то в 60-х годах первое это началось с Америки, когда пищу для того, чтобы она лучше продавалась, стали делать слонее, жирнее, слаще. А потом, чуть позже, где-то в конец 80-х, начало 90-х, это пришло в Россию. И, соответственно, сейчас вот то обилие фастфудов, напитков, конечно, оно все тоже сказывается. Плюс в каждой семье, как правило, есть машина, а то и не одна. Мы меньше двигаемся. Появилась удаленная работа, появились доставки со всевозможным выбором. Поэтому все это, конечно, вот накладывает свой отпечаток. Возвращаясь к ответственному отношению к своему здоровью. Прочитала рекомендации Всемирной организации здравоохранения и определение вот этого ответственного отношения. Меня вот один пункт, честно говоря, немножечко озадачил. Ответственное использование продукции для самостоятельной заботы о здоровье, включая применение безрецептурных препаратов для устранения симптомов легких недомоганий при отсутствии противопоказаний. Такая вот очень расплывчатая формулировка. Ведь мы же все время говорим о том, что не надо заниматься самолечением, назначать себе препараты. А здесь вот вроде как бы пишут, что надо. Об ответственном отношении. Здесь говорится о том, что в первую очередь, изначально первое назначение все-таки должно быть от врача. Вот понятно, что у нас есть рецептурные препараты, есть безрецептурные. Но злоупотреблять и заниматься самолечением с использованием интернета все-таки не стоит. Да, возможно применение каких-то препаратов, там, ну, грубо говоря, головная боль. Да, мы же не при каждой головной боли обращаемся к врачу. Есть у нас и такие ситуации, когда мы сами решаем этот вопрос. Конечно. Но опять же, использовать тот препарат, который мы знаем, который нам подходит, и который использован был уже не один раз. Является ли проблемой для врачей то, что сегодня фармацевты, ну, часто дублируют ваши назначения? Даже больше скажу. Они иногда забирают этот функционал на себя. Да. То есть человек может прийти к окну аптеки, и там стоит так хорошо подготовленный специалист, который полностью распишет всю схему. Вот, конечно, здесь бывают разные ситуации. Ну, вообще как-то вот никакой работы с этим не ведется, или это вообще невозможно? Потому что иногда даже слышишь такое, да зачем вам назначили этот препарат, есть лучше вот такой, такой, такой. Это, как правило, же коммерческие структуры, поэтому воздействовать на них достаточно сложно. Но здесь, в первую очередь, нужно популяризацию вот эту вести среди населения, что все-таки обратитесь к медицинскому работнику медицинского учреждения. Хотя фармацевты, они тоже медицинские работники, с этим, конечно, не поспоришь фактом. Но, тем не менее, все-таки начинать с отличающего врача. Ну, вернемся к нашей теме, как все-таки сохранить свое здоровье на долгие годы. И напомню, что у нас сегодня в гостях Людмила Слепнева, врач-терапевт, главный врач Безенчукской ЦРБ и главный медицинский специалист Минздрава Самарской области по медицинской профилактике в городе Самаре. Не везде есть информация, как мне известно, о том, что помимо поликлиник, медицинских центров, есть еще и так называемые центры здоровья в городе. И в районе, наверное, в районах. Они по области существуют, да. Да, верно. Вот давайте поговорим об этом, что такое центр здоровья, много ли их в Самаре? Да. Центры здоровья, это на самом деле вообще как бы изначально в Самаре и Самарской области центры здоровья появились в 2010 году. Основная их цель – это укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни. То есть, по сути, как бы это… Все мы знаем о диспансеризации профилактических осмотрах. Да. И вот есть еще центры здоровья – это звенья одной цепи. Если диспансеризации профосмотра, их основная задача, так скажем, выявить факторы риска, выявить заболевания на раннем этапе с использованием набора скрининговых методов, то есть там в зависимости от возраста используется тот или иной комплекс, то задача центров здоровья подхватить то, что выявлено в рамках диспансеризации профосмотра, я не говорю про заболевания, а именно на уровне факторов риска, и скорректировать их. Например, курение, да, человек желает отказаться от курения, то есть проработать в этом направлении. Избыточный вес, значит, нужно помочь человеку снизить там вес. Высокий холестерин, или человек не знает там, как правильно двигаться при наличии его, допустим, возраста, его состояния каких-то заболеваний. То есть задача центров здоровья именно проработать с тем, что мы выявили, чтобы не бросать это и не ждать, когда это перерастет в заболевание, а именно своевременно скорректировать, отработать и вывести, грубо говоря, человека на здоровый образ жизни. Ну то есть работать не с заболеваниями, а получается с рисками. Факторы риска, да. Но опять же, смотря, вот если мы говорим, допустим, про такие заболевания, это все-таки заболевания, как ожирение, вот здесь четкая градация, есть избыточный вес, да, есть ожирение, или там злоупотребление там алкоголем, это тоже зависимость, это тоже заболевание, то центры здоровья, в принципе, могут и здесь помочь, потому что там зачастую работают психологи, которые могут человеку помочь проработать, и это момент. Насколько наше население информировано о том, что есть такие возможности, и пользуются ли спросом, неправильное слово, наверное, центры здоровья? У нас в Самаре и области сейчас существует 19 центров. Головной, так, наш офис, скажем, находится в Самарском центре медицинской профилактики, вот, и еще 18 у нас находится по области, про ваш вопрос насчет спроса, спросом они пользуются, вот, у нас планируется в 25 году открыть еще двух центров, все центры здоровья, они оснащены не только, там, какой-то вот наглядный, да, материалом или людьми, там, специализированного профиля, там, психологи, терапевты, но у них есть и оборудование, то есть, имея вот оборудование центров здоровья, оно по стандарту у нас, также можно проводить вот эти вот осмотры и выездные в том числе. Это, кстати, очень удобно для работы в организованных коллективах, потому что основной провал населения, здоровье у населения как раз происходит в возрасте от окончания школы и вот где-то до момента трудоустройства, то есть, вот, студенты, молодежь, да, вот, у которых еще ничего не беспокоит. Пока были в школьном периоде, вроде бы, родители заботились о здоровье, проверяют, вот, и когда выходят там на работу, зачастую уже есть какие-то осмотры, а вот этот вот провал там молодых, он очень выраженный. И, кстати, вот центры здоровья активно работают в том числе и со студентами, и с молодым населением выезжают на образовательное учреждение, проводят вот эти осмотры, поэтому польза очень большая. Мы как-то снимали сюжет в одном из центров здоровья и, насколько я помню, можно еще и прийти для того, чтобы оперативно оценить состояние здоровья. А что именно можно там проверить и что значит оперативно? Ну, там вот я говорю, скрининг – это как бы экспресс исследование, то есть, в принципе, чтобы понять, есть отклонение от нормы или нет. Вот как раз все центры здоровья работают со скрининговыми методами. Оценивается состояние дыхательной системы, оценивается скрининговое состояние сердечно-сосудистой системы. Есть оборудование, которое позволяет оценить состав тела вот в том ключе, что мы с вами говорили, в сторону избыточного веса и ожирения. Есть экспресс-анализатор для проведения исследований крови на сахар и холестерин. То есть вот все основные направления, где можно заподозрить те или иные факторы риска, все это можно оценить на базе центра здоровья. А что значит оперативно? И нужно ли специально записываться или можно просто как-то найти адрес прийти? Нет, все-таки стоит явиться по предварительному согласованию, так скажем, по записи, потому что, я говорю, есть несколько форм работы, они могут быть на выезде, может быть, на это время какая-то организация проходит на месте, ну, чтобы в удобное, комфортное время для всех. А по поводу трудовых коллективов, вы сказали, возможны и выездные поездки, и прийти к коллективу. То есть это как-то тоже заранее оговаривается с руководителем? Да, да. Вообще ведется по области. У нас очень большая вот эта работа. Руководители центров здоровья, как правило, ну и уже и организации сами, которые многие годы с нами там сотрудничают, они договариваются о дате проведения, выезжают централизованно, без отрыва от рабочего времени, проводят вот эти осмотры. Я прочитала также по поводу задач центров здоровья, и вот одной из задач, информированные НИИЕ, население о вредных и опасных для здоровья человека факторах. Вы, собственно, говорили уже об этом, но получается, что это делается не только, когда гора приходит к Магомеду, но и в обратном направлении. То есть какую-то пропагандистскую работу центры тоже ведут? Да, у нас вообще идет очень сейчас большая, на уровне даже Российской Федерации, не только Самарской области, большая пропаганда по здоровому образу жизни. Есть федеральный центр, сайт такздорово.ру. Вот там вообще имеется огромное, так скажем, количество материалов и, так скажем, информация, которая может служить в помощь людям, которые столкнулись с той или иной проблемой и хотят ее разрешить. Поэтому очень рекомендую всем пользоваться как раз вот этим вот сайтом такздорово.ру. И на этом же сайте есть информация о всех центрах здоровья по всей Российской Федерации, в том числе большое количество материалов, которые можно размещать в школах, в образовательных учреждениях, вузах там или средних, на предприятии. По QR-коду там можно пройти сразу в информационное сопровождение. Поэтому пропаганда идет большая. И по поводу групп, которые работают по профилактике курения, ожирения, они работают... Это же групповая, да, история? Есть малые группы, есть индивидуальная работа, прорабатывают, как правило, психологи работают в этих группах с населением. Вот. И работа включает в себя не только, ну, так скажем, настрой пациента и какие-то лайфхаки по тому, как быстрее, допустим, сократить или отказаться, но в том числе и медикаментозную, никотинозамещающую терапию тоже назначают. Ну да, если человек привык питаться неправильно и вредно для себя, то недостаточно же сказать ему, что... Нет, конечно, должен быть рецепт, должен быть план. Вот. И этот план именно помогает разработать специалисты Центра здоровья. Как снижать, с какой там скоростью, интенсивностью, какие продукты сократить, какие оставить. Потому что если просто подойти к этому процессу и перестать кушать, ну, понятно, что это может привести совсем к обратному эффекту и к негативным последствиям. Но опять-таки это история с продолжением? Или человек пришел один раз, получил рекомендации и все, дальше занимается уже сам? Вот здесь получается... От кого это зависит? Нет, здесь это все-таки комплайнс. Это такая общая работа. Но получается, что первым этапом это отделение или кабинет профилактики, диспансеризация, профосмотр. Второй этап уже сопровождение. Это Центра здоровья. Вот, наблюдаться там можно бесконечно. Эти программы под собой пока есть интерес, есть желание или не скорректирован фактор риска. Не выработана та или иная положительная привычка. Ну и, наверное, стоит добавить, что в Центрах здоровья нет платных услуг. Нет, это все бесплатно. Это все действует, да, в рамках МЭС. Вот удивительно. Все-таки, наверное, востребованность желательно бы побольше, да, этих учреждений. Да, хотелось бы, конечно, чтобы отклик от населения был повыше. Да, вот мы часто жалуемся на то, что везде все дорого и платно, а здесь вот, пожалуйста, пользуйтесь, проходите, и что для этого требуется. Я читала сегодня на сайте Минздрава различные комментарии к постам про диспансеризацию и увидела интересную тенденцию. Ну, наверное, больше хочется прокомментировать тем, у кого негатив, да, мы меньше привыкли писать какие-то приятные вещи, но очень много пишут, зачем нужна ваша диспансеризация, ничего там толком не выявят, диагностировать вы не умеете, не хочу тратить лишнее время. Что вы на это ответите? Очень часто подобные вопросы слышу, и от наших пациентов в том числе. На самом деле, вот в том формате, в котором сейчас существует диспансеризация профосмотр, это, наверное, можно назвать оптимальным вариантом, потому что подобраны скрининговые методы по возрасту. То есть учеными, ведущими учеными Российской Федерации был проведен огромный труд и выявили, что в тех или иных возрастных категориях наиболее высокий риск тех или иных заболеваний. И вот комплекс диспансеризации профосмотр подобран именно таким образом, что нацелен вот на эти возрастные группы. Зачастую слышим от пациентов, я бы хотел еще пройти такое обследование, но в моем возрасте его нет. Это не значит, что пациент не может его пройти в принципе. То есть просто в рамках диспансеризации первого этапа этот метод исследования не предусмотрен. Но если есть отклонения, выявленные на первом этапе, или у пациента есть жалобы, которые настораживают врача, то это может быть обследование, назначенное в рамках либо второго этапа, либо просто в рамках ОМС вне объема диспансеризации. Давайте мы сейчас на минуту прервемся, узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. Ну и после этого вернемся в студию, продолжим разговор. В больнице имени Симашко применяется уникальный метод восстановления пациентов, перенесших инсульт. Магнитная стимуляция проводится короткими импульсами. Они модулируют возбудимость коры головного мозга, что улучшает не только двигательную, но и когнитивные функции пациента. В амбулаторный центр медицинской реабилитации Самарской поликлиники номер 6 поступило новое оборудование. Оно позволит повысить качество реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после инсультов, инфарктов, стентирования, операций и травм позвоночника. В центре есть лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, занятия на тренажерах. Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли иммунизацию от пневмококковой инфекции. В первую очередь вакцинировались группы населения, которые подвержены риску – призывники, жители старше 60 лет, с хроническими заболеваниями легких. Всего в этом году планируют привить более 83 тысяч человек. В Самарскую поликлинику номер 15 в рамках нацпроекта здравоохранения поступило два автомобиля с носилками, оснащенные всем необходимым для транспортировки пациентов автомобили, используют для оказания первой медико-санитарной помощи и обслуживания вызовов неотложной помощи. Кроме того, спецтехника помогает перевозить биоматериалы и доставлять лекарственные препараты. Врачи онкологического диспансера прооперировали пациентку с редкой опухолью кисти. Ей установили индивидуальный эндопротез, изготовленный в ней бионики и персонифицированной медицины сам ГМУ. В настоящий момент девушка уже приступила к разработке суставов кисти. В дальнейшем ее ждет стационарное лечение. Напомню, что сегодня у нас в гостях врач-терапевт Людмила Слепнева. Мы говорим о профилактике различных заболеваний. И вот мы программу назвали «Шаг до беды». Скажите, а вот реально во время профосмотров, диспансеризации можно найти что-то такое, находится ли, что действительно в будущем могло бы привести к печальным последствиям человека? Конечно. И смысл диспансеризации профосмотров как раз стоит в том, чтобы выявить на ранних этапах наиболее социально значимые заболевания. Так называемые хронически неинфекционные заболевания. К их группе относятся пять основных заболеваний. Это сахарный диабет, злокачественное новое образование, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, что и еще какой-то у нас пятый получается. Вот эти заболевания, которые у нас являются основными причинами смерти в Самарской области. И единое мнение онкологов, уже давно они об этом говорят, что рак излечим. В 90% случаев рак излечим, если он выявлен на первой-второй стадии. Почему, допустим, такая высокая смертность от онкологии, там и от болезни системы кровообращения остается как в Российской Федерации, так и в нашем регионе в целом? Потому что идет несвоевременное выявление. Люди игнорируют прохождение диспансеризации, профосмотром, флюорографии, онкоосмотры. И болезнь прогрессирует. Человек уже находит самостоятельный источник, обращается, и зачастую бывает уже поздно. А есть, наверное, статистика, да, диагностики онкозаболеваний во время диспансеризации? Ну, приблизительно... Сколько выявлено? Нет, эти цифры у нас есть, то есть они у нас и выложены в официальных отчетах. То есть даже такие серьезные заболевания во время, казалось бы... Они выявляются в огромном количестве. То есть каждое учреждение имеет свою статистику по выявлению сахарного диабета, онкологических заболеваний. Ведь в диспансеризацию включены главные маркеры. Флюорография, онкоосмотр, маммография для женщин 40 лет и старше, ПСА для мужчин от 40 и старше, ну, там также по годам. Поэтому это... Если проходить своевременно и в полном объеме, то вероятность выявления очень высокая. Совсем недавно на днях отмечался Всемирный день безопасности пациента. И опять же, это понятие можно, наверное, трактовать по-разному. Что вообще в него вкладывается? О какой безопасности пациента идет речь? Ну, это тоже комплексное такое вот понятие, да, о том, что об ответственности с двух сторон, как с стороны медицинской организации, которая несет ответственность за жизнь и здоровье пациентов, которые к ним обращаются, так и о самих пациентах, о том, что необходимо обращаться своевременно, необходимо придерживаться рекомендаций, которые даются в рамках лечения. То есть все чаще мы начинаем говорить о партнерских отношениях между пациентом и врачом. И это уже доказанный факт, что результат самый высокий именно, когда существует вот это вот партнерство. Что требуется для того, чтобы оно случилось? Это работа двухсторонняя. Со стороны пациента должно быть доверие. Со стороны медицинских работников, конечно, необходимо в первую очередь видеть в пациенте, помимо диагнозов, еще и человека, и быть готовым вести диалог. Ничего сложного. Ничего сложного. Ну и в завершении, наверное, уже хотела бы спросить вас о ситуации, которая сегодня сложилась, наверное, не только в Самарской области. Пошел рост заболеваний. Ну, мы осенью всегда ждем, что будет, но, видимо, не очень благополучная ситуация с ковидом. Ну, пока цифры у нас не сильно настораживающие, но подъем отмечается, как всегда, наибольший подъем идет в понедельник и пятницу, но это понятно. Здесь просто связано с условиями жизни. Вот. Идет также и вирусная инфекция. То есть вот сказать, что отдельно прям настороженность по ковиду пока рано, об этом говорить. Но о том, что необходимо соблюдать правила безопасности, быть привитым, соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию, проветривание помещений и по возможности соблюдать дистанцию, это да. Сейчас, конец сентября, какие прививки можно еще успеть сделать перед предстоящим сезоном болезни? Пока еще самое время привиться от гриппа, если это не сделали, и от ковида, если не привито. Для пациентов старшей возрастной группы мы очень рекомендуем прививаться от пневмококковой инфекции в возрасте 65 плюс. Или если есть заболевание бронхолегочной системы. Связано ли то, о чем мы говорили выше, центры здоровья, диспансеризации, с прививочной компанией? Либо здесь немножечко другой алгоритм для тех, кто желает привиться? На самом деле, вот, в принципе, вся работа первичного звена, первичное звено это у нас поликлиники, это ФАП, отделение врачей общей практики, врачебная амбулатория, да, она в целом направлена на максимальный охват населения профмероприятиями. Это диспансеризация, профосмотр, это наблюдение коррекции в рамках центра здоровья, и это в том числе профилактическая вакцинация. Поэтому работа этих медицинских учреждений настроена таким образом, что, в принципе, человек может прийти в любое удобное время и получить данные услуги. Благодарю вас за сегодняшний разговор, надеюсь, что он будет полезен, и, ну, самое главное, хотелось бы, чтобы все мы долго были здоровы. Да, будьте здоровы. Спасибо, что были с нами эти полчаса, увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»